очередь команды сил тьмы запрещать героя очередь команды сил света запрещать героя что же доброго времени суток дорогие друзья с вами рухап с вами гудхан также ко мне прямо сейчас присоединиться нс и мы для вас сегодня будем комментировать d2 цел 7 сезон christmas magic да это благотворительный турнир на котором играть команды в самых разнообразных модах и один из них это здрав который будет проходить прямо сейчас здравствуйте на связи алло от тебя слышать ярослав очередь команды сил тьмы я тоже скучал что же я немного опишу что происходит спасибо что вы здесь сегодня собрались отдельное спасибо нашим партнерам двичу и g2a но мод на ваших экранах да вы видели стадию вычеркивания командами определенных модов но остановились мы на капитанс драфт я насколько знаю здесь 27 героев по 9 из каждого атрибута сила ловкость интеллект и естественно капитаны по очереди отправляют сначала три бана потом начинают цепить если я не прав и нас поправь меня очередь команды сил тьмы выбирать героя очередь команды сил света выбирать героя сэншент опорейшен с одной стороны дисраптор бестмастер с другой сложилось очередь команды сил тьмы выбирать героя можно еще ограничиться каким-то огар магом мипарем кимбер соу и магнусом и тогда ты нифига нового не увидишь по сути очередь команды сил тьмы выбирать героя до напоминаем то что покупая билет на данный турнир вы поддерживаете не турнир а благотворительность и идут фонд накорми голодных с не ошибаюсь да 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 вот for the hungry да опять каждого купленного билета dreams медиа и фэйсит накидываю по 2 доллара вы там покупаете может быть и немного внесли но еще по 2 бакса еще 4 сразу залетает а 4 на еду это нормально подумайте голодных детях и в кенте 4 или 5 баксов сколько билет выбирать героя так что ребятушки вот банкоматом энчантрас нас является четвертым пиком и кимбер соу что здесь будет качественными но это на мидер мидер кимбер соудов кирнула все по стандартную я вообще не знаю как ну то есть вчера руслан комментировал это дело а у меня это было три бы 100 в 3 на star ladder а медузка поэтому я пропустил весь этот выбирать кинокшины ответ еще снайпером я не знаю в каком формате здесь игроки знают что best of 1 но насколько команда серьезно подходит к этому то есть они либо развлекаются и в салат там друг друга месяц а может кто-то под те и типа и грубо говоря интро мое осталось 10 секунд посмотрим пик весьма интересный если посмотреть на пак пак у никто не особо отличается от в принципе стандартных пиков если так посмотрите ну медузка только заехала ну медузка не каждый день увидишь ладно а шер и энчантрас энчантрас мы видели на ней частенько ноу флейн ходили я даже не помню где по м квалификации к мейджеру были и на ней очень часто играл не не бульба шли бульба шагран или на мало хп и потерян тачим тебе просто лицо разнесут 50 бонус magic демиджи с первого уровня он тача был тебя никак не спасет они по две тычки скинуться и габлык бультом есть там минус армор и так далее отваливают у нас ancient operation дети что это не дедос на таких игроках то сидит не честно я смеваюсь на самом деле что есть ставки как-то странно было бы там ставишь на команду а потом там мод соло мид один и типы там пободались по шустрику до ферзблада дим по барабану да там вот гол игра продолжается чё пройдемся кто на ком имеет значение как-никак йогурт я так понимаешь это парейшн ультра с будет играть на тимбер сового пейн в нге full spirit вансик дарксир и прост мурн будет играть на медузе да так в итоге он остался просто жет нам от него остался только калантек никто не называет никто не называет жет на медведа медведом стил называют жет нам вот так вот 30 не пусть барабан пусть барабаном наоборот будет проще что ультра хаяс трудно произносить ну и команда hr год им будет играть на энчантер шок дизраптор шачло бист мастер гуд слайпер и афонин же на брю мастере и брю мастер и бист мастера в одной команде играют битва можно сломаться на самом деле ставится агрессивный вар между т1 и т2 как те сегодня трейлер посмотрел бэтмен и супермен а мы начали гореть то что я назвал оказывается амазонку викинг шей ну блин извините это амазонка к чат там жена оказалась мы с тобой лор не знаем походу нам только чтобы лица ломались носу или смотрите ссылку в свитере у и нас а слушай у нас тут нынче агрессивно играет в чужом лесу в мид пошел дс стоит он понятное дело против брю мастера оффлэйн тимберсон ничего удивительного нет и медуза на изи лэйне тоже все понятно гоняя это на шачло 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 здесь неприятно что он дыкает он и сделать ничего не может то что ее моношилд появлением там чуких-то артефактов быть вообще беда и убьет они на самом деле он успеет захватить мне кажется успею вернуться на обратный путь ты кура все равно будет держать правда она уже будет без ботл и смешно видно а там курьеры кстати срезал винга в это время я прям от третьего лица этого непонятного существа осмотрел и его убили погибают два курьера и единственный бонус в том что у афонин же курьер погиб с болтом в кармане а вот у год м работал на руках должен они год м извиняюсь у вансика и он-то сможет руны забирать да и по мдс это понимает разминает здесь афонин же афонин же сейчас будет уходить на самом деле надо код саппорта запрячь он будет носить тебе ботла ну да ты там пятая позиция типа у тебя все равно там денег на варды нет и делки носить тушь и нудэс ты себя неплохо чувствует 11 на 3 убрю тем временем 12 на 5 но они одинаково но сейчас проиграть то что он ушел он ушел на базу регенит сумку сейчас сапог с это время должен набрать при помощи плотно может быть даже чуть под пушить башню сил тьмы на центральной линии атакуют нет жалению ты думаешь это может быть он тут она сейчас такая открытая для новых лиц все больше старые лица не находят куда себя пристроить возвращается ненадолго андер шокс ритм на топе рап нель к очень больно здесь барабаном клево прям совать глимсовать нечем второго уровня дезераптора еще одна шрап нель аман это все равно нет и поэтому запитает на хайграун ты должен барабан от и пауты нету барабана аватцы будет крипом не арбор и бегем на самом деле приди завтра сделать ластыщик смотри я не успел убить нейтронным крипом в итоге фирсблада мы так и не увесили башню сил тьмы на центральной линии атакуют он устал говорить пора действовать как я в point blank не пойду извини проплатили рекламу что литве кажется одна лужа с моим банком если честно и столько и вместе в одной команде с тобой хвоста можем еще взять сушку демку там должен погибать чудес подошел на самом деле фирс 2 забирает мидер команды тпп да пак пак ясное название суши ну на самом деле мне кажется за пак пак с таким подходом оля медузы и венки full spirit и так далее тукат должен выигрывать в теории сяшеры не задавит со своим опытом ну да у нее 33 416 снайпер может я видел игры где снайпер может спз против cloud nine например двухсот три минуты я видел что снайперы на 200 минуте может он не так плохо что фоник забирает рудом сечный уровень у брю мастера поэтому в теорию может ворваться с инициировать кипиш короче к это навести об ты видишь у кабан сделал кабан сломал румы мне кстати лицо на пассивке очень похоже на куты дитя вина мансера офига кабан вырабатывает яд давно ли бан начал что тут хотят барабана забрать будет ли глимс глимс второго уровня все он приплыл не понадобилось у нас один за ну сейчас можно было сейф т.п.д. сюда прибегает начинает разминать аппарата погибнет здесь гудфайл обучил уже минус забирать нашим топорейшн а а пони он же еще может развалиться но пока он хочет клэпнуть идти до вансика вансик пора клэпать клэп нули год дэм начинает наваливать будет ли афонин же здесь разваливаться да пора уже по моему жми этот злосчастный ультимейт ну и вот пора на развалился добивает дс прилетать до барабан получает булыжник но он уйдет наверное тимбер ченни да так и происходит спалился спам венгу нет еще один на верхней линии атакуют не дотянет там крип заблочил там крип заблочил вову пэйн он не смог пройти только драка явно в пользу ашер теряли снайпера убили троих из не ошибаюсь но медуза продолжает формить это самое главное обсказал явление башню сил света на центральной линии атакуют башню сил света на центральной линии атакуют врыв-врыв на стойку с другой врыв правда вагон только первого уровня и на самом деле да сейчас перри боковал то что снайпер может ему сейчас и ультимейте какой-то подвесить едем сама статью практически без кого хоть и там бутыл есть отопьется там встречка афонин же что сейчас прямой мерзнет его размотают ну и вот он уж начинается вот наш арсилы света приходится нажимать против гейшен крипы падают очень быстро здесь шрап нельки здесь топоры шашку уровня 6 есть манга поэтому если что он с инициирует опять же у него довольно таки быстро и не кратчевую сил света на центральным поясок уже есть на став хватает страну что не покупает башню дожди пока не понятно же атакует сделайте по аут на него тут очень много сил и ресурсов кинули на убийство этого барабана поэтому медуза продолжает спокойненько подпушивать уже т1 там кстати пол тавра нет выходит не ушать шло может крикнуть на торпуем по нашел и не фасор что-то получится два кабана башню сил тьмы на нижней линии атакуют да очень дешево действительно просто в соло за пенал с двумя кабанчиками надо было просто бежать то есть медленно уверенно двигался в своей т1 там лишь какой-то тэйсинг подлетел ускорил стуржом и спокойно бы убежал арабан но облучает кучу дэмэджи летает на тимбер чей не помню сейчас опять похоронился до выстрел от снайпера смерть пытались тут файлов цепить ничего не вышло там еще одна стычка там а пониже начинает разматывать т.с. удастись на куче 3 секунды тут же выходит шачло по огонь не дотянул до хайграунда пытается убежать отсюда вансик ну по-моему не уйдет крашан он бежит ну хотел майндгейм сделать но барабана до сих пор нет шестого уровня это действительно проблема он не может даже путью дэмэджа нанести файти что как бы в эскейпе качаться эти под момом снайпер получает возможны и нет да мы видим что снайпер забирает мом он особо не церемониться со всем этим делом но ничего удивительного на самом деле нет все таки сам таскал команды из про серии а я думаю что у них еще и ручки немного трясутся играя против ашер это как бы первый небольшой повод заявить о себе по факту даже выиграть турнирщик я тебе начнут говорить там точно замечать может быть даже какая-то команда предложить за себя поиграть он сейчас посмотрим может они еще не вашу сеть у меня погибает до 100 процентов год дым имеет видос кстати играет явно не на фанчик не пошел в какие-то бомбы тоже или прочую гадость он просто собирает мида собирается выиграть вроде как откатку башню сил света на верхней линии атакуют вартик вартик да смог пропал и он их заметил тут же ломанулся минус вышками для сносим с вышками для брюмастера и забирают даггер пт граждане стики ботал тысячи на руках не знаю чтобы собирать будет ли это к ним чик какой-то может быть во влад мир пойдет кирасу чего угодно в принципе полезным будет для команды летает отсюда медуза ну и не часто путаем всем спокойненько будет кушать башню силы света укрепили свои сооружения башню сил тьмы на центральной линии атакуют курьер сил света был забрал курьера одним критом просто пони он же надо разваливаться пока не замерз развалился начинает красить методу нужно успеть пока не нажал ультимейт успевать нажать просто морд ультимейт андершок здесь скорее всего погибнет пошли не крачи мгновенно лопается барабан не будет весьма на уже сто процентов то что в грызлись не крачи в медузу ставится стенка вакуума уже нет он потрачен в антик отсюда скорее все тоже не уходит в итоге это минус три вновь на одного дезераптора потеряли вышку на ботами вышку в медле забрать не смогли и все очень печально документы света на центральной линии атакуют башню сил света на центральной линии атакуют что делись даже удачно подраться как-то мига ускорили пытается найти какой-то таргет скорее не заканчивается висит не щиток андершок в это время в инвизе не спалились не спалились снайпер яша брейсер мне там статик шторм моментально заканчивается мана не короче не узнал там 5 секунд кд было на топе в итоге стоит афониджи который готов снова ворваться в барабана барабан правда скорее все за из кей пиццы поэтому не стоит она того можно попушить ботом все спокойно вызвать вторых не кровь либо шаг что хочет накопить денежек и принести уже третий башню сил света на них тут и снайпер на самом деле под бомом с призами яшей брейсером и аквилл и он и так вышку нормально сандаливает залитает что ульт-аппарата миг есть не ошибаюсь тут нет бедле стычка воприн получать стан наваливаете снайпер вопринять тут точно не уйдет приземляется здесь без сержа тоже нет стену вакуумом стенку поставить не успел получает микро баши чине микро башни сейчас только слоу но опять без ответку башню сил тьмы на верхней линии атакуют облак башню сил света на центральной линии атакуют быстро отваливается рожь трогим не медалек ничего не залит от аппарата кабанчик умрет как-то не особо страшно доделают стопы на т2 собирается такими подраться как-то там да не успеют даже дойти рожьем тоже сейчас погибнет через несколько секунд рожан убит силами тьмы башню сил тьмы на центральной линии атакуют я с таким не сталкивался у меня обычно выиграть тяжело другая ситуация я обычно страны за пак пак башню сил света на центральной линии атакуют башню наверное не доберется до этого металла сейчас сравняется т2 хотя бы что-то отгрызть хотят в это время ребята из-за пак пак ну ты один они уронят но тут 3 не карачи наверно уже от кд-6 да поэтому можно заходить на хайграунд шаг шло вода не 3 не краночной трубить вышку партификация нет но дм лучше предстоящий т3 чем когда ее уже не будет да и уже нет и уже нет на центральной линии разрушены тушь и снайпер просто вову пэйну взорвал ваку хотя бы не карчас пилили запрыгнула фоне он же начинает разматывать барабан на самом деле пайпэк от барабана пока что барак еще стоит башню сил тьму степен пострелив десу а кто хочет пострелять по бараку ну снайпер погибнет скорее всего у него конечно есть аегис его еще и отмазали смотри включаются вид спрятав поджимаются органы он сейчас будет уловым вакуумом не дотянули до вышки все еще живет пошел свапу в пейнт по отсюда не уйдет вот демо взорвали уже неплохо понеджи успел развалиться атаку весь байбок адреса стенку же упала падает первая сторона трипл килл от снайпера башни денег на руках и все еще есть а единицу с головой света на центральной линии разрушены сжимает мам басик не получал на пуха при том что это медловый дарксир вроде ds и считают с толстыми пацанами а на топе остается d2 это пока наверное все что останавливает шерф от продолжения злодеяния на хайграунде врага аганим у энчантрас и mail шторм у снайпера пока похвастаться медуза какими-то хорошими артефактами 20 минуте не может статова ничего практически нет но есть аквилобарабаны да есть какие-то статы имеются новый тимой торгов пока не втарила башню сил тьмы на центральной линии атакуют башня сил тьмы на центральной линии разрушены ты мне кажется сейчас 3 не короче ярик отправляются просто в медузу за секунду остается без ванной и дальше это просто кусок у нинджа башня сил света на нижней линии разрушена да и он слуг раунда начинает развалить барак закидывает шрапнель айпер просто начинает нагреть идет бомбить вансе как сжимается ультимейт у медузы разваливаться пытается амфонинжи но не получилось но еще сможет андершок уходит пиммерчей а у него байбайк кстати нет афонинжи все еще с ультимейтом накричали на медузу у медузы ничего нет клэп разваливается там это время афонинжи но это по моему минус 4 ставится пауза от медузы пишется г.г. кто-то по млевну по-моему кто-то по-моему победили силы тьмы тоже так себя говорю я фармил уже на фидели не ну не надо так обзывать меня фуреоном с горы я так никогда не делал был первый да ну что ж это только первая игра дорогие друзья ашеры побеждают с чем их наверное можно и поздравить